Друзья мои, всем большой приветик! Сегодня 5 марта. Температура воздуха за бортом самолета плюс 3 градуса по Цельсию. Сегодня у нас солнечно, тепло. Ветерок есть, но слабый такой, непротивный. Вышла я погулять с Махой. Да, Махань? С своими питомцами. И заодно посмотреть, как обстоят дела у меня в саду. Деревья в саду, вот эти вот, сейчас я вам покажу их много. Алла, не грызи меня. Это яблони. Им не менее 35-40 лет. Здесь жила раньше бабушка. Обрезкой яблони они не занимались. Бабушка была старая. И когда мы стали осваивать этот участок, мы решили провести на свой страх и риск омолаживающую. Она даже не санитарная, а скорее всего, омолаживающую обрезку этих яблонь. В общем, резали мы и пилили, как Бог на душу положит. Очень боялись, что все испортим. Но все у нас получилось отлично. И сейчас я вам покажу результат этой шокирующей, практически не обрезки, а кастрации. Давайте я покажу вам на примере вот этой яблоньки. Яблоньи были запущены. Они были огромной высоты. Яблок было, или совсем не было, или очень мало было на макушке, высоко-высоко. И все, они были все какие-то скрюченные, сморщенные, непонятные. В общем, решили мы обкромсать яблонь кардинально. Вот, смотрите, эту яблоньку. Мы опилили. Вот видите, желтой краской я окрасила. Вот этот сучок. Вот это все обрезали. Вот там. Здесь. То есть, был такой, фактически, корешок, кастрат. И вот за три года наросли вот такие вот ветки у яблоньки. Она такая невысокая, раскидистая. Но на ней очень много яблок. Яблоки крупные, вкусные. Смотрите, какие ветки с молодой корой. Почечки. Так, сейчас вам покажу еще Антоновку. Ой, сейчас дойду. Снега у нас дофига. Смотрите, сколько. Я еще в валенках хожу. У кого-то уже растаял. Смотрите, вот Антоновка. Это Антоновка еще советских времен. Сейчас, по-моему, таких яблоней нет. Она, естественно, вся вон такая трухлявая, дуплый там. Это мы тоже отпилили. Вот спилили. Вот спилили. Вот отпилили. И вот отпилили. То есть, было вот так вот. Два стволика оставили. Без единой веточки. Посмотрите, какой она нарастила крону. Она плодоносит. Яблок много. Яблоки правильной формы. Крупные. Вот это Антоновка. Видите, как она обросла вот на этих кочерыжках практически. Вот. Но она, видите, как вся загущена. Поэтому я сейчас хожу, смотрю, планирую. На 8 марта у нас предполагается очень теплая погода. Вероятно, мы займемся санитарной обрезкой. Видите, загущена, как крона. Но дерево спасено. Хоть, конечно, надолго его не хватит. Но вот смотрите, уже 4-й год она плодоносит. Там вот у нас молодые яблоньки растут. Вот. И все яблони были таким образом обрезаны и спасены от погибания. Мы, честно говоря, даже не были уверены, что они выживут после такой радикальной обрезки. Но, как видите, все нормально. Еще одна яблонька. Я не помню этот сорт. Какой-то старинный. Это дерево сажала, по-моему, прабабушка моего мужа. Он очень дорожит этим деревом. Может, я ошибаюсь. Может, вот этот. Ну, в общем, какой-то из этих двух. Вот, смотрите, блох лазит. Видите, тоже мы его так жестоко кастрировали. Вот отрезали ветку. Вот тут отрезали. То есть оставили практически один ствол и такие обрезки. И видите, дерево нарастило крону. Тоже плодоносило. Блошик. Блошик. Сего ты там? Блох. Кошки радуются. Козы радуются. Ну, а мы-то уж как рады. Мы-то как рады. Курочки вон даже стали немножко выбегать. Да, Мосяк? А вот это Антоновка, на которой растет еще один сорт яблок. По-моему, звездочка. Вот она, веточка, которую я привела. Вот она такая толстенькая стала. В этом году плодоносило. Тоже я вам показывала. Видите, тоже дерево кастрат. В общем, все яблони такие. Все были кастрированы жестоким образом, но все обросли кроной. Я к чему об этом говорю, что если у кого-то есть в деревне старый-старый сад, и деревья кажутся уже яблони совсем не кудышными, которые надо спилить под корень, не спешите этого делать. Обрежьте их кардинально. Они обрастут новой кроной. И минимум на 5 лет будут плодоносить и радовать вас, пока, например, новый ваш сад не вырастет. В общем, нужно заниматься обрезкой в празднике. Кто на 8 марта гуляет, отдыхает, а у меня вывод цыплят и, вероятно, еще и обрезка яблони. Ну все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok